У тебя есть власть говорить. Исполнение Богом своего собственного слова является для него делом чести. Все начинается со слова. Все воплощается с помощью речи. Когда я открываю уста, происходит акт творения. Мы должны стать, как Иисус, который был словом. Есть три основные сферы духовной брани, за которые ведется в отношении нас. Это, напомню, разум, это сердце и это уста. Разум, сердце и уста. Разум, уста и сердце. Это три ключевых поля, три больших фронта для духовных битв. И вот сегодня мы будем говорить с вами о том, что связано непосредственно с нашими устами фактически. Итак, Слово Божие. Смотрим с вами места из священного писания. Если мы открываем книгу Бытие, в ней прям вот первая глава посвящена тому, как Господь творил землю. И здесь я написал прям, знаете, без стихов. Бытие первая глава. Почему? Потому что это несколько раз, шесть раз, когда Господь, ну или там пять раз, да, когда Господь сказал и стало так. Мы должны увидеть с вами, что Слово Бога, оно и является актом творения, силой, оружием творения. Когда Бог что-то делает, Он говорит. Если ему нужно что-то сделать, Он говорит. Он говорит. Допустим, если нам нужно сделать там табуретку, да, мы берем молоток, дерево и, соответственно, там какие-то гвозди, какие-то элементы. И мы физически соединяем это, что-то выпиливаем, ну если дерево нужно сначала обработать. И мы работаем руками, чтобы произошло вот это вот, соответственно, вот это действие. Но когда что-то делает Бог, Он просто говорит. И когда Бог создал человека, в принципе, и Он сказал там, возделывай, да, сад, я думаю, что вряд ли Он дал Адаму тяпку с лопатой, чтобы он там ковырялся в земле. Скорее всего, это было также Словом, потому что мы видим, как Адам называет, буквально дает имена животным, то есть власть в Слове. Власть в Слове, сила в Слове, акт творения в Слове. И сказал Бог, и стало так. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Без Слова. Ну здесь мы знаем, да, здесь имеется в виду Иисус, но Иисус, так же вот здесь Иоанн, прям конкретно как Слово, отождествляет Иисуса и Слово. И написано, что без Слова, в принципе, ничего быть не может, ничего не может начаться, ничего не может воплотиться в существующую реальность, если не будет сказано Слово. И если не будет сказано Слово, ничего не произойдет. Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их. Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их. Псалом 32,6. И в 9 стихе этого же Псалма. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Сейчас мы с вами рассматриваем места из Священного Писания, которые говорят о силе Божьего Слова и о том, что именно Словом все творится, все начинается со Слова, все воплощается с помощью речи. Слово Божье живое, оно несет, творит, обладает невероятной силой и исполняется всегда. Вот это нам нужно с вами очень четко внутрь себя взять. Слово Божье это не просто вот мы что-то сказали и сказали, сказали и сказали, нет, оно действительно живое. Я как-то, когда один из уроков у нас был в школе молитвы, приводил такой интересный пример, чтобы лучше это увидеть. Вот представьте себе, как будто бы, когда вы говорите, вы говорите, ну или Господь говорит, ну вы, мы придем к тому, что это к нам применимо. Когда мы говорим, наши слова, они буквально как солдаты, которые выходят. Это невидимые солдаты, но образно говоря, это солдаты, которые выходят из наших уст, из нашего рта, и они идут, чтобы делать то, что должны сделать. Тем самым, если мы обличем в своем понимании слова в какую-то материю, мы как бы увидим с помощью нашего воображения, что слово это не просто звуковая вибрация, которая сейчас вылетела из моих уст и закончилась, когда потух вот этот вот резонансный частотный фактор, диапазон. Нет, потому что в этом есть дух моих уст и это высвобождение, очень сильное высвобождение. Где об этом сказано? Опять же, что слово Божье это не просто, в целом слово, что оно реально живо. Евреям 4, 12. Ибо слово Божье живо и действенно. 1 Петра 1, 23. Как возрожденный не от леного семени, но от не от леного, от слова Божьего живого и пребывающего вовек. И, наконец, слова Христа в Иоанна 6, 63. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Господь, пожалуйста, духом Твоим сейчас, во имя Иисуса Христа, открой нам, что слово Твое, оно реально живое. Что слово Твое, оно не возвращается к тебе тщетным, оно исполняет всегда то, для чего ты его посылаешь. Пусть мы сейчас глубже, глубже, намного глубже, поймем, что же есть Твое Слово. Твое великое, непоколебимое Слово. Иеремия, 23, 29. Слово Мое, неподобно ли огню, говорит Господь, и неподобно ли молоту, разбивающему скалу. Исайя, 45, 23. Мною клянусь. Вот представьте себе, Господь говорит такие слова. Сам Бог говорит такие слова. Мною клянусь. Из уст моих исходит правда. Слово неизменное. Ну и Псалом, 137, 2. Еще одно очень мощное такое место. Ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Ты возвеличил Слово Твое превыше даже всякого имени Твоего. В общем, друзья, Бог очень серьезно относится к Своему Слову. Очень серьезно. Потому что Он говорит, мною клянусь. Из уст моих исходит правда. Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Слово Бога очень серьезное. Очень серьезное. Слово Бога. Бог и Его Слово это одно целое. Исполнение Богом своего собственного слова является делом чести для Него. Почему Бог и Его Слово одно целое? Объясню. Момент. Вот смотрите. Когда, например, ну вот есть я. И мы с вами ведем диалог какой-то. Разговариваем. И мы с вами договорились. Вот, например, мы договорились, что сегодня в 16.00, во вторник, 5 декабря, я выхожу в Zoom, в прямой эфир и, соответственно, даю этот урок. Как это произошло? Как произошел этот коннект? С помощью слова. Слова проговоренного ли или написанного ли, мы там списывались, да? И я сказал, и это продолжение меня, то есть со мной произошел коннект, и я отвечаю за свои слова. Это мое продолжение. Мои слова – это мое продолжение. Это мое высвобождение. Это мое воплощение. Так же и с Господом. Слово Божие неотделимо от Бога. Слово Божие неотделимо от Бога. И это вдвойне, друзья, вдвойне. Да в каком двойне? Это в тысячи крат больше, чем это слово неотделимо от нас. Потому что если человек по ряду факторов может быть таким, ну, допущу это слово, балаболом, да? Говорить и не исполнять. Говорить и забывать. Говорить поспешно, бездумно, и потом не мочь этого сделать. С Богом не так. Он не может сказать что-то, что он не может сделать. Он не может сказать что-то, и потом вдруг там, я забрал свои слова обратно. Он не может нарушить своего слова, потому что это Бог. Это Бог. И именно поэтому там, образно говоря, Богу приходится как-то даже изощряться порой, чтобы вот спасти человечество, потому что он сказал наказание за грех смерть. И это его слово. И ну что сделаешь? Нужна смерть. И как теперь и пощадить человека, и спасти его, и исполнить собственное слово? Приходится Иисусу приходить и умирать, невинному Христу, безгрешному. Чтобы исполнилось слово Божье. Чтобы Бог и исполнил свое слово, и спас человека. Поэтому исполнение Богом своего собственного слова является для него делом чести. Вот как для нас с вами является делом чести, если я сказал что-то, и я не сделал. Это дискредитирует меня как личность, согласитесь. Никто не воспринимает всерьез людей, которые говорят что-то и не делают. Ладно, там один раз иногда бывает, ну, всякое бывает. Но если вы знаете таких людей, а наверняка знаете, потому что люди склонны к этому, которые говорят просто бездумно и не исполняют потом. Не исполняют раз, не исполняют два, не исполняют три. И доверие падает, личность становится, знаете, сразу, это уменьшает личность. Вот во всех глазах. Все люди понимают, что человек ненадежный, что человек не следит за своим словом. И для человека исполнять свое слово это дело чести. Если мы посмотрим с вами на Господа, это, друзья, намного еще в большей степени. Поэтому Бог, если что-то говорит, без вариантов, просто без вариантов, без вариантов. Это Бог сказал. И сегодня мы с вами говорим о том, что слово Божие, то есть Писание, Священное Писание, которое Господь нам оставил, то слово, которое Он нам дал через Священное Писание, оно является нашим духовным оружием, очень мощным. И использование этого слова в нашей духовной битве прежде всего совершается в двух аспектах, носит в себе два важных аспекта. Во-первых, это изучение слова и пребывание в нем. Изучение слова и пребывание в нем. Буквально, знаете, мы должны с вами стать словом, мы должны настолько питаться словом и получать откровения в слове, и погружать внутрь себя слово, что буквально мы срастаемся, мы перерождаемся в слово. Когда мы не знаем слово, когда мы вообще не знали слово, мы были во лжи, мы верили во всякую чушь, у нас была куча твердынь. И вот мы спасаемся, приходим ко Христу, и слово Божие начинает крушить твердыни внутри нас. Твердыни того, что нормально там жить гражданским браком и спать с кем попало. Твердыни какие-то, что где-то иногда можно врать в угоду себе, подумаешь, что ж такого все так делают. Ну и это такие самые очевидные твердыни. Слово Божие начинает разбираться, разбираться с нашими твердынями, с нашими неправдами. И оно начинает нас перестраивать, именно поэтому написано, что мы смотримся как в зеркало, в слово Божие. И вот первый аспект, мы питаемся, насыщаемся словом и в себя его принимаем. Настолько наша задача его принять в себя, чтобы когда возникает какая-либо ситуация, на эту ситуацию отвечало слово, поднималось слово, ранами Иисуса я исцелен. Например, возложите все заботы на него, 1 Петра 5.7, ибо он печется о вас. Он печется о вас, и слово Божие отвечает. Слово Божие отвечает. Поэтому очень хорошо заучивать слово, есть слово, погружать его в себя, дабы стать человеком, который мыслит категорией слова. И мыслит не поверхностно, как бы зная, что там написано, а именно, знаете, из... Вот это, как, знаете, вот что происходит, когда мы всем этим питаемся? Это все начинает погружаться внутрь нас. В наш дух или в наше, вот на языке не совсем христианском, есть такое понимание, как подсознание. И вот, по сути, на христианском языке это можно назвать сердце наше. Из сердца нашего источники жизни. И вот мы это в себя вкладываем, мы это в себя наполняем, это опускается внутрь нас, как в колодец, складируется, 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 и тогда какая-то ситуация, а у меня поднимается слово. Во мне поднимается слово. Во мне не поднимается кто там, что думает, кто что сказал, мой предыдущий опыт, какие-то переживания, какие-то эмоции. Во мне поднимается слово. И вот чтобы во мне поднималось слово, это слово надо есть, в нем надо пребывать, его надо в себя брать и относиться к этому процессу очень осознанно и ответственно. Второе, это применение слова в молитве и прошении, провозглашении, прошении, молитве, применение слова. Но об этом мы сейчас чуть позже. Несколько мест из священного писания по поводу важности того, чтобы мы с вами срослись со словом. Хорошее вот такое понимание, мы должны с ним, ну действительно срастись, мы должны стать, как Иисус, который был словом. Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными, если пребудете в слове моем. Если пребудете в слове моем. 1 Иоанна 2.14 Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны и Слово Божье пребывает в вас и вы победили лукаво. Здесь есть некая взаимосвязь. Мы видим последовательность. Слово Божье пребывает в вас и вы победили лукаво. Слово Божье пребывает в вас, вы побеждаете лукаво. Слово Божье не пребывает в вас, вы не побеждаете лукаво. Слово Божье внутри вас, вы победили лукаво. Слово Божье далеко от вас, вы проигрываете лукавому. Слово Божье пребывает в вас. Изучение Писания и погружение его в себя и пребывание в нем путь возрастания, духовного война и победы над врагом. То есть это должно быть нашей регулярной осознанной практикой. В сегодняшние времена в церкви, особенно в харизматических таких кругах, знаете, Писание сдвигается куда-то на далекий-далекий план. У нас с вами куча пророческих переживаний, и в этих пророческих переживаниях твердости слова становится очень, знаете, вот буквально дефицит твердости и силы Божьего слова. А вера строится на Божьем слове, потому что когда человек только в пророческих переживаниях, он вот и переживает все потом. Если он не на слове твердо стоит. Поэтому, слава Господу за пророческое течение, за пророческое время, в котором мы живем, сезон такой, когда церковь в этом движется и усиливается. Но очень важно не забывать фундамент и всегда стоять на этом фундаменте. И не то, что, знаете, стоять на этом фундаменте, что я встал на этот фундамент лет 15 назад в юбилейской школе, А сейчас я вот весь в пророческих переживаниях, в пророческих школах, в пророческих течениях. Вот это вот все, я пророческий такой человек. Прекрасно. Твердость, сила, вера в слове. Поэтому, друзья, это для кого-то сейчас, вот я верю, что прям слово от Господа. Возьми Библию и начни ее снова есть. Чтобы построить фундамент веры. Фундамент веры намного более твердый, чем сегодня. Если сегодня ты переживаешь по поводу чего бы то ни было, есть ответ. Есть то, что погрузив себя, ты можешь ни о чем больше никогда не переживать. Потому что там очень четко сказано, чтобы ты ни о чем не переживал. Цитата Джуис Майер. Меч является оружием, с помощью которого атакуют врага. Меч в ножнах не представляет никакой опасности. Он должен быть вытащен из ножен и использован по назначению. Слово Божие это меч верующего. И им надо научиться пользоваться с подобающим мастерством. То есть первая часть нашего духовного снаряжения по поводу Слова Божьего, мы погружаем его в себя. Бетонируем, цементируем себя в Слове и Слово в нас. Дальше мы достаем этот меч и начинаем рубить врага. Он не просто так у нас в ножнах, мы просто знаем Писание. Хорошо, это очень хорошо. Но теперь мы высвобождаем силу. Мы достаем меч и начинаем высвобождать силу. Высвобождать силу Божью с помощью меча Божьего Слова. Как вы помните, в послании Ефесянам или Ефесянам по-разному ставят ударение, как раз и говорится, что у нас есть меч Слова Божьего. Еще одна ее же цитата. Очень важно понять, что любая молитва, независимо от ее вида, бывает эффективной лишь тогда, когда она наполнена Словом Божьим. И возносится к Господу с полной уверенностью в том, что Он сдержит свое Слово. Молитвы, в которых мы произносим, цитируем Слово Божье, очень эффективны. Очень эффективны молитвы, когда мы с вами молимся по Слову, когда мы вставляем цитаты и Слово в молитву. Но, опять же, не для того, чтобы просто вставить цитату и Слово. Но, обладая реальным пониманием и откровением, что сейчас я достаю меч. Меч того Слова, которым Господь сотворил землю. Меч того Слова, которое превыше всякого имени Господа. Меч того Слова, которое Господь поклялся Сам, что из уст Его исходит правда. Меч того Слова, которое подобно молоту, разбивающему скалу, которое подобно огню. Меч Слова самого Бога. Когда мы говорим Слово, в духовном мире высвобождается сила. Это похоже на то, как наносится удар в физическом мире. И если наше Слово несет Слово Бога, то удар становится невероятно мощным. Это усиливает. Это вкладывает вес. Вот, знаете, молитва без Слова и вот наши просто какие-то переживания, откровения в молитве или в каких-то элементах, элементах, они тоже имеют силу, безусловно. Они тоже имеют какой-то вес. Но вес совсем другой. Вес совсем другой. Когда, знаете, враг знает, что сказал Бог, и вы уверены в том, что это, и знаете, что это сказал Бог, и вы понимаете, что это сказал Бог, Бог, не вы просто это придумали, не вы просто получили пророческое переживание и высвобождаете его. Слово. Слово. Мы не можем твердо стоять на своих мыслях, догадках и умозаключениях. Быть твердым в духовной войне можно только опираясь на Слово Божие. Слово Божие делает нашу молитву твердой. Вот это вот нужно, опять же, четко увидеть, что именно вопрос в твердости, вопрос в стержне, в силе вопрос. Потому что, если мы не опираемся на Слово, по факту мы ни на что не опираемся, фактически-то. Ни на что, что превознесено превыше всякого имени Божьего. Ни на что, что может, знаете, вот, за что может отвечать сам Бог. Если я говорю Слово, Бог отвечает за то, что я говорю. Если я высвобождаю в молитве Слово, Бог отвечает за то, чтобы исполнять Своё Слово. Поэтому, да благословит нас Господь, глубже это сегодня понять и начать применять. Начать применять Слово в нашей молитве больше. Начать больше провозглашать Слово в конкретные ситуации нашей жизни. Понимая, насколько это сильно. И кто за этим стоит. Кто за этим стоит. Сейчас приходит такая тоже, смотрите, аналогия интересная. Вот, допустим, вы видите, что совершается какое-то преступление в физическом мире. Кто-то делает какую-то неправду. И если вы скажете такому человеку, ты знаешь, это нехорошо. Так нехорошо поступать. В этом, конечно, есть мораль, этика. В этом есть семена истины. Ну, истина в этом есть. Так нехорошо поступать. А теперь услышите по-другому, если я обращусь. Статья, там, такая-то, Уголовного кодекса Российской Федерации. Решение свободы от 10 до 15 лет. Согласитесь, вес стал совсем другой, нежели просто так нехорошо и неправильно. Статья такая-то, вот так-то, вот так-то. Сразу звучит по-другому. И не то, что звучит по-другому, реакция совсем другая, отклик совсем другой идет. То же самое, что я в молитве там насыпаю кучу слов от себя. И тут я беру слово и говорю, вот так-то и вот так-то. Это сказал Бог. Какие вопросы? Ну и в Матфея, в Евангелии от Матфея, вы помните прекрасную историю, когда Иисус был в пустыне, искушаем дьяволом. Я буквально два стиха взял, финальных. Там он трижды противостал дьяволу, отбивал его атаки. А ведь, наверное, он мог бы отбить их по-другому. Но, заметьте, враг атаковал словом. Вот что интересно еще. Словом могут и атаковать. И дух религии, это его вот слово, также является оружием в руках духа религии. В религиозных церквях, религиозный дух, он очень эффективно использует слово. И дьявол использовал слово против Иисуса Христа, искушая его и говорив, написано, написано, написано. То есть, трижды дьявол цитирует Писание, атакуя этим Писанием, извращенным его пониманием или неподходящей ситуацией Господа. И Господь в ответ тоже отбивает это Писанием. Потому что, вот смотрите, опять же, сейчас прям приходит, дьявол выбрал как раз самое сильное оружие против Иисуса. Сразу же. Он сразу же взял самое сильное оружие. Слово. И начал пытаться Иисуса вырубить самым сильным оружием. Словом самого Бога. И наверняка, если бы дьявол искушал Иисуса не с помощью слова, а как-то по-другому, возможно, Господь тоже отвечал бы как-то по-другому. Но против слова встало слово. Поэтому нужно просто, знаете, если Господь Иисус отражал духовные атаки Словом Божиим, то, наверное, нам стоит взять пример с него, а не просто «Да ну, что я? Я же знаю, кто я во Христе. Я знаю, что дьявол не имеет права меня трогать». Ну, сейчас я ему просто скажу «Дьявол, ты что? Ты не имеешь права меня трогать». Иисус словом сокрушал атаки врага. Ну, и чтобы слово эффективно работало в наших устах, есть несколько таких понятных моментов, которые сейчас мы с вами посмотрим. Во-первых, нам с вами важно, ну, то есть, слово, оно в любом случае работает в нашей жизни в той или иной мере, но его сила тоже зависит от определенных факторов. Его сила в нашей жизни, так скажем. Не просто так-то его сила безгранична, но есть факторы, которые влияют на то, насколько слово конкретно в нашей жизни, в наших устах имеет силу. И вот несколько таких факторов. Во-первых, нам необходимо жить в послушании слову. Жить самим в послушании слову, потому что мы не можем пользоваться авторитетом того, чего сами не признаем. Если для меня что-то не авторитет, каким образом я могу применять этот авторитет против кого-то другого? Поэтому прямо пропорционально можно сказать сила Божьего слова в нашем действовании, в наших устах с тем, насколько мы сами послушны слову. Потому что весь духовный мир прекрасно знает все про нас. И если я сам в каких-то вещах не послушан Божьему слову, тогда и силы этого слова в моих устах не будет. Поэтому нам нужно быть самим в послушании, жить Божьему слову, непререкаемом послушании. Слово нужно не просто выучить, а иметь откровение. Иметь откровение. Это должно уйти глубоко в нашу внутренность, это должно стать откровением. Потому что если мы просто цитируем слово, не веря сами в это, да, оно будет производить какой-то эффект, но совсем не тот, нежели мы действительно верим в это сами глубоко и имеем откровение. А когда мы верим, ну реально это же очень по-другому проявляется. Очень по-другому проявляется. Наше дерзновение в молитве за конкретные вещи, они очень очевидны становятся. Следующее, использовать слово с правильными мотивами и любовью. Не стоит пытаться использовать Бога для исполнения своих прихотей, а его слово как волшебную палочку. Но это про плотских христиан, которых часто вооружают словом, и вот человек пришел в церковь, и у него куча хотелок, и он вот эти хотелки с помощью слова себе хочет привлечь. Такие, знаете, волшебство, христианское волшебство. Так, я хочу вот это. Какое слово мне надо взять? Вот это слово, и вот это придет. Здесь нужно, конечно, это нормальная практика, и нормально брать что-то у Господа верой, и просить об этом абсолютно нормально, но вот действительно, ну, нужно внутрь личности своей посмотреть. Если я не живу для Бога, и мне вообще без разницы, что Бог говорит в своем слове обо мне, о послушании, я сам вот хожу своими путями, немножечко прислушиваясь к слову, но если мне что-то надо, Господь, ну, я знаю, где написано, что если двое согласятся просить о всяком деле, сейчас я позвоню своему молитвенному партнеру, мы у него попросим для меня новую машину, согласимся об этом, и все, Господь, ты верен своему слову, давай мне машину, а еще как же, машины мне мало, мне еще надо вот это, вот это и вот это, если есть правильный мотив, то, опять же, все это правильные вещи, хорошо просить у Господа машину на основании слова, хорошо просить у него, да все, много, что можно у него просить, но вопрос мотивов, вопрос, кто ты, для чего ты живешь, потому что если ты просто, знаете, потребленец такой в Божьей благодати, то вряд ли слово будет работать в твоих устах по этому поводу, ну и верить в то, что верен обещавший, то есть реально встав на слово, не сомневаться, не сомневаться, быть уверенным самому в авторитете Божьего слова, чтобы слово Божие было непререкаемым авторитетом для меня самого, и тогда сила Божьего слова в наших устах станет действительно мощной, слава Господу. Цитата Уэсли Дьюэлла, боевое использование писания подразумевает духовную инициативу, призывание обетования для духовных побед и для освобождения душ от рабства сатаны, оно подразумевает провозглашение его, то есть слово с решимостью, верой и настойчивостью. Как мы применяем слово? Я думаю, в принципе, это достаточно понятный момент. Мы просто берем его и высвобождаем в молитве, высвобождаем в провозглашениях, потому что можно молиться, прося у Господа что-то на основании слова, а можно буквально, знаете, молитва провозглашения, это же не обращение к Господу, Господь, дай мне вот это и вот это на основании этого и вот этого. Это конкретно я уже знаю Божью волю, я уже знаю, что вот это вот неправильно и я высвобождаю истину и просто вбиваю слово Божье в эту ситуацию, вбиваю истину, высвобождаю слово громко, с верой, с наистойчивостью, с решимостью. Высвобождаю это в молитве или в провозглашении. Как это практически происходит? Вот применение слова в наших духовных битвах и в том, чтобы мы побеждали с помощью слова. Во-первых, читая Библию, мы с вами можем искать в ней те места, которые можно сделать своим духовным оружием, потому что, безусловно, не вся Библия подходит под то, чтобы провозглашать эти слова. Ну, допустим, Иуда пошел и удавился, от этого слова ни горячо, ни жарко, вы, соответственно, где вы не провозглашаете, смысла в этом никакого не будет. И множество мест в Священном Писании они не подойдут для того, чтобы использовать их в молитве, для того, чтобы использовать их в провозглашении. Поэтому мы можем буквально вот искать и составлять себе списки и искать такие списки, их в интернете тоже полно уже собранных там по конкретному поводу. Нужно мне исцеление, места писания об исцелении, проблемы у меня с финансами, нужно мне выйти там из долгов и войти в благословение, места писания об этом, о том, что Господь обо мне заботится и благословляет меня. Спасение родственников, семья у меня не спасена, беру места писания, которые можно в это употребить и провозглашаю их, молюсь через эти места из Священного Писания. Ну и другие сферы. Сфер может быть много и на каждую сферу практически можно взять конкретно слово в эту сферу, оно может быть прям конкретное в Священном Писании, а можно общее слово, например, такие слова, как, опять же, если двое или трое согласятся в молитве просить о всяком деле на земле, то, чего бы не попросили, будет им, что не скажет. Здесь не сказано непосредственно по поводу какого просить, какая сфера, любая сфера фактически. «Да ныне вы ничего не просили во имя мое просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». О чем здесь просить? Да о чем угодно проси. Главное, чтобы это было не противоречило слову и было тебе, соответственно, во благо. Поэтому есть те места из Священного Писания, которые можно применять в любой сфере, а есть те, которые конкретно там спасется я и весь мой дом. Опять же, если честно, это местописание сказано конкретному человеку в конкретном месте, поэтому нельзя сказать, что это доктринально, максимально правильно, что именно вот так мы... Нет такого обетования конкретно у Господа. Он не сказал всем об этом. Он сказал об этом конкретному человеку, но я могу взять это место и сказать, Господь, для него ты сделал, я беру это для себя. Я беру это для себя. Ты сказал, я и мой дом буду служить Господу, ну это Иисус Новин сказал. Ну в общем, есть вот в Иисусе Новине и есть в книге либо в книге Деяний, ну в общем и в Новом Завете. И вы берете это место и просто тоже можете его для себя взять с определенным пониманием того, что в принципе Господь, я не заявляю это, что это твое обетование лично для меня, но я прошу тебя на основании этого. Ты сделал это для них, сделай это и для меня. Ну и за спасение там множество еще можно место Священного Писания взять. Итак, мы ищем эти места Писания, составляем для себя вот такой вот арсенал и если знаете к этому правильно отнестись вот реально как к оружию своему. Да, это как бы меч, но вот знаете, либо можно взять это чуть-чуть по-другому, если сравнить со стрелами. Вот у тебя есть стрела, конкретная стрела вот этого места Писания и ты можешь запустить ее в эту цель и ты собираешь свой колчан со стрелами по поводу исцеления, по поводу здоровья своего. Ты собираешь свой колчан стрел для того, чтобы быть в благословении, а не в проклятии в финансовых элементах жизни своей. Еще какие-то сферы ты берешь и снаряжаешься или общие, да, то, что я могу встать на слово в любой молитве. Вот он, еще один колчан, который у меня наполнен и я могу взять и, соответственно, применять. И, интересно, применяйте их в молитве, цитируя слово с великим дерзновением, вы увидите, когда будете это делать, что определенные места, то есть, есть места очень похожие, есть места об одном и том же, но Бог через дух откровения будет ложить вам на сердце конкретные места в конкретной сфере, которая для вас будет, ну, все, вот, это ваше место, у вас будут те места, которые вот ваши. Что это значит? Вы в них верите? Непоколебимо. Если какое-то из мест в этой же сфере может для вас звучать и не сильно вас касаться, а другое место в этой же сфере, вы берете его и вы понимаете, ну, все, все, это вот, вот это вот мое место, вот это мое место. я абсолютно убежден, что вот это вот место, оно настолько истинно, что я готов, я не знаю, жизнь свою отдать, что, ну, все, это точно, это сильнее, чем вся моя жизнь, это истина Божья. И тогда это, это слово будет в вашей жизни просто мощнейшим орудием. И мы применяем его, цитируем слово с великим дерзновением, цитируем в провозглашении, цитируем его Богу в молитве так же, когда молимся о чем-то или о ком-то, цитируем слово. Ну, и постоянно пополняем свой арсенал, постоянно пополняем свой арсенал. Хотя, опять же, здесь важнее, важнее и сильнее, если у вас, знаете, будет не 20 стрел, которые вы, ну, вот в одной теме, а когда у вас будет даже одна стрела, ну, вот та самая стрела, такая вот, ваша стрела. Вы берете эту стрелу, и она вот уже меч, и просто все. Это ваше место. Поэтому, да благословит Господь каждого из нас иметь такие места из Священного Писания в каждой из сфер своей жизни и применять их. Слава тебе, Господь! Молитва про возглашение. Что это такое, я сказал, это, в принципе, не совсем даже молитва, это использование нами Божьего Слова через наши уста, тогда, когда мы понимаем, что где-то есть несовершенство, где-то нет полноты Божьего Царства, мы знаем, что так не должно быть, и мы берем Слово, и мы созидаем, созидаем реальность, проявленную реальность Божьего Царства, его полноты. Вот это вот про молитву, про возглашение. У Дерека Принца есть очень сильные такие моменты по этому поводу, очень хороший благословенный учитель, как вы знаете, наверняка, и хочу прочитать вам одну цитату, и там дальше будет еще одна цитата. Нет более эффективного способа высвобождения силы Божьей, чем через провозглашение. Мой опыт научил меня тому пониманию, какая огромная сила заключена в Слове Божьем. Простое провозглашение вере производит удивительные результаты. Через провозглашение Слова Божьего высвобождается потрясающая сила. Многие христиане не осознают тот удивительный потенциал, который доступен им. Божье Слово имеет огромный вес во всех ситуациях, от личных нужд до мировых кризисов. Когда мы учимся тому, как провозглашать Слово Божье в самых разных обстоятельствах, то не имеет значения, с чем мы встречаемся. Через это высвобождается Божья сила, которая удивительным образом меняет и творит. Каждый верующий имеет как привилегию, так и ответственность провозглашать Слово Божье. Итак, Божье Слово имеет огромный вес во всех ситуациях, от личных нужд до мировых кризисов. И наша с вами и привилегия использовать это оружие. Друзья, никто кроме нас это оружие не может использовать. Никто не может использовать это оружие кроме нас. Мы имеем привилегию использовать великое оружие, самое великое оружие. Но также мы имеем эту ответственность. Бог доверил землю человеку. Почему на ней столько беспредела? Потому что Бог доверил ее человеку. Он ответственность эту не забирал. Он власть эту с человека не снимал. Земля отдана человеку. И так как мы безответственны в том, чтобы созидать ее и высвобождать Слово Божие и провозглашать истину, поэтому так много проблем. Поэтому привилегии и ответственность они всегда стоят как две стороны одной медали. Привилегии благословения и ответственность в том, чтобы это делать. И опять же мы с вами сейчас затронули то, насколько сильно непоколебимо и мощно само Слово Бога, насколько важно нам к Нему правильно относиться. И теперь, друзья, еще очень важно перенести это же практически на самого себя. На самого себя. Потому что Бог создал нас по образу и подобию своему. И отметьте, пожалуйста, для себя вот сейчас тоже осознанно увидьте этот элемент. Только мы с вами говорим. Только мы с вами имеем власть говорить. Тире власть творить. Все остальное в нашем мире оно беззвучно, либо совсем беззвучно, либо оно может высвобождать какой-то звук, но это не тот осознанный звук повелительных приказов, облеченный в конкретные формы слова. Именно человек, как и Бог, который ему эту власть даровал, творит своим словом. Бог, который творит все словом, дает человеку власть над землей, наделяя его способностью говорить. у тебя есть власть говорить. У тебя есть власть и она высвобождается прежде всего через слово. Я думаю, мы бы намного глубже это поняли, если бы, знаете, вот Бог бы сделал так, что человек до покаяния он безмолвен. Вот представьте себе, насколько по-другому воспринимает речь и слова человек, который не мог говорить и потом начал говорить. Так как мы разговариваем достаточно давно и разговариваем направо и налево по поводу и без повода, мы действительно к сожалению осознанно ну вот вообще не понимаем что происходит, когда мы говорим. Что происходит, когда я открываю уста? Происходит акт творения, по сути. Когда я открываю уста, происходит акт творения. Притча 18 глава 20 21 от плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Я хочу вам это же место показать в современном переводе WBTC. Очень мне нравится, как здесь переведено этот стих, два стиха. сказанное тобой влияет на твою жизнь. Если говоришь доброе, хорошее случится в жизни твоей, но если плохое ты говоришь, то плохое случится. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Представьте себе, если сейчас действительно посмотреть на свою жизнь, вот так вот, ну вот прям вот посмотреть на неё с принятием того, что всё, что в моей жизни есть, последствия того, что я сказал. Всё, что в моей жизни есть, последствия того, что я сказал. Я думаю, что, знаете, здесь нельзя быть, конечно, настолько, вот сказать, что только так и никак иначе. Безусловно, есть атаки врага, которые идут там вразрез. Но, ну, сегодня мы распаковываем вот эту истину, истину важности наших слов. И поэтому, чтобы ее распаковать глубоко и сильно, ну вот, стоит это так увидеть. Стоит это именно так увидеть сейчас, чтобы далее, друзья, далее, с этого момента, с этого урока, с этого дня, с этой минуты следить, что исходит из моих уст. Это доброе, и тогда хорошее будет случаться в жизни моей, или это плохое, и тогда плохое в моей жизни случится. Говорю ли я жизнь, или говорю ли я смерть? То, что я говорю, оно очень серьезно влияет. Оно очень серьезно влияет на мою жизнь. Поэтому мне важно следить за своими устами. Все, что происходит в мире, кем-то произнесено. Все, что в мире происходит, кем-то произнесено. Кем-то высвобождено. Потому что ничто в этот мир не приходит без слова сказано. Все приходит, все начинается со слова. Поэтому все хорошее, что есть в этом мире, пришло, потому что кто-то это сказал. Все плохое, что есть в этом мире, пришло, потому что кто-то что-то сказал. еще мне нравится такой прообраз по поводу провозглашения мы сейчас говорим с вами о провозглашении о молитве провозглашения которые не совсем является молитвой а конкретно вот провозглашение божьего слова и такой прообраз такая метафора это глашатой зачитывают узк указ царя как было в древности там не было соответственно интернета всяких разных таких социальных моментов как можно донести до общества указ приказ царский и как действовало соответственно эта тема царь писал вот этот указ указ подписывался им и потом вот эти вот глашатая не назывались глашатой они выезжали на площади разворачивали этот указ и зачитывали громко зачитывали указ царя доводили до общества новые царские указы новые царские распоряжения которые вступали в силу и после этого вот смотрите после этого все начинало работать очень интересный прообраз смотрите царь издал указ цариск издал указ с момента того как царь издал указ юридически этот приказ указ как бы действует все закон стране поменялся новый закон работает в стране но когда этот закон начинает воплощаться в реальность когда люди начинают поступать по этому закону и все начинает меняться в соответствии с этим законом когда глашатая выезжает на площадь разворачивает этот закон и зачитывает его тогда все слышат этот закон и И начинают повиноваться. Сегодня Бог многие вещи сказал. И они юридически установлены, и они непоколебимы. Указы есть, печати поставлены, подписи поставлены. Но есть бесы, которые находятся на определенной площади нашей жизни. И им важно развернуть Слово Божие и сказать, зачитать указ царя. Зачитать Слово. И тогда на этой территории, услышав Слово, этому Слову обязаны повиноваться. И здесь мы глашатые, друзья. Мы глашатые. Бог дал нам Слово. Бог, Царь Царей и Господь Господствующих. Мы Его посланники. Посланники от имени Христова. И мы берем Слово, и мы зачитываем его. Вот, знаете, мы должны его зачитывать так же, как его зачитывает глашатый. Мы должны использовать его так же, как использует глашатый. Потому что, когда он читает этот указ, друзья, он понимает, что это... Вот он держит сейчас документ с подписью царя. Он знает сейчас свою власть. Что сейчас он это зачитает, и все обязаны это делать. Если... И его все уважают при этом. Ну, ладно, это уже второстепенный момент. То есть... Его обязаны слушать. Если его не послушают, у царя есть сила. У царя есть сила послать свою армию и заставить слушаться. Когда мы цитируем Слово, если ему вдруг какой-то бес не послушан из-за наших уст, у царя есть сила заставить его слушаться. Поэтому, возьмите, пожалуйста, еще один такой элемент того, что вы зачитываете Божий указ, который обязан исполнять каждый, кто его услышит. Его обязана исполнять болезнь, которая находится в теле. Его обязан исполнять дух немощи, дух страха, дух уныния, дух нищеты, обязан слушать указ царя. Иначе сам Бог будет разбираться с этим. А страшно впасть в руки Бога живого. Исайя 44, 26. Который, Бог, утверждает Слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Тоже мощнейшее место Писания. Если вы ходатай, если вы действительно молитесь, зная закон Божий, живя Господом, то вот буквально, друзья, Бог утверждает Слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Слава тебе, Господь! Ну и небольшая стратегия Дерека Принца, которую он научает, три этапа того, как, соответственно, провозглашать. Стратегия, которую Дух Святой научил нас, Дерек Принц пишет об этом в одной из книг, «Провозглашать, благодарить, славить». Во-первых, провозглашайте соответствующие места Священного Писания смело, непоколебимо и уверенно. Как мы уже сказали. То есть, помните вот эту метафору, возможно, «глашатая и зачитывает указ царя». Помните, что это слово не ваше слово, которое вы сейчас цитируете. Это слово Бога. И вы сейчас берете и зачитываете его. Как уполномоченный представитель его царства на земле. Как его глашатой. Мы должны понимать, опять же, что мы как раз вот... Ну, очень классный пример с глашатой. Потому что он представляет царство. Он понимает, кто он такой. Он понимает, что он не просто так на лошади выехал на площадь, развернул какую-то бумажку и зачитал ее людям. Он едет из царского дворца. Уполномоченный его властью. Он держит в руках документ. Подписанный царем. Он знает власть царя. И он знает, что сейчас, когда он зачитает этот указ, все должно прийти в соответствие. Вот с таким подходом нам нужно провозглашать слово Божие, друзья. Второй шаг. Это принимать отрывок Писания, который мы провозгласили, как совершенную истину. Даже еще до того, как мы видим конкретные изменения в любой ситуации. Естественным результатом этого является благодарение Бога за это. То есть мы верой принимаем уже ответ, и он рекомендует благодарить. Потому что если мы действительно верим, мы начинаем благодарить. Господь, спасибо Тебе. Я провозглашаю исцеление от такой-то, такой-то болезни. Во имя Господа Иисуса Христа. «Болезнь убирайся прочь из моего тела», потому что написано в 1 Петра 2.24 «Ранами Его вы исцелились». Я исцелен ранами Иисуса Христа. Ты не имеешь права пребывать в моем теле. Вот тебе царский указ. «Выметайся прочь из моего тела». Провозгласили? Господь, спасибо Тебе за то, что Ты силен исполнить Своё Слово, за то, что Ты даешь мне совершенное здоровье, и я здоров, Боже. Слава Тебе. Благодарение. И дальше всё это логически ведёт к третьему шагу громкой торжествующей хвале. Мы начинаем славить Господа и хвалить Его. О хвале у нас будет следующий урок. Буквально как духовное оружие, наша хвала. Вот подробно разберём хвалу в следующий вторник с вами. Ну и буквально последняя цитата Дерека Принца, и мы с вами помолимся. «Боже слово, если вы провозгласите Его с сердечной верой через верующие уста, то когда Божий Дух произносит его через вас, оно настолько же эффективно, как если бы его произнесли Божьи уста. Оно не произносится самим Богом, но если Дух Божий выдыхает Слово Божие через ваши уста, то это Слово имеет такую же силу, как и тогда, когда Бог своим Словом вызвал к жизни Вселенную. Дерек Принц буквально сравнивает наше Слово со Словом Бога, если мы его говорим Духом Святым. Интересно, опять же, когда мы говорили, что Слово Божье живо, вот тоже понимать этот элемент, как оно рождается, потому что ведь только Дух может высвободить Слово. Слово высвобождается Духом, Слово-продукт Духа, потому что, да, используются наши речевые связки, используется там наше тело в этом, но смотрите, если мы умираем с вами, если Дух ушел из нашего тела, мы не можем сказать Слово. Слово говорит Дух. Слово – духовный продукт. Слово – это не просто телесное воспроизведение, это Дух говорит. Говорящий Дух. Мы – говорящий Дух. Говорит мой Дух. Ибо если Духа нет в моем теле, я не способен к разговору. Ну и о чем, друзья, этот урок был еще раз? Мы говорили с вами о том, что Слово Божье является невероятно мощным оружием, духовным оружием, наступающим оружием, чтобы это оружие действовало в нашей жизни. Во-первых, нам нужно иметь глубокое откровение о том, что такое Слово Божье, насколько оно весомо и насколько оно непоколебимо, сначала мы ныряем в это. Кто такой Бог и что такое Его Слово? Нам важно почитать Его Слово самим. Когда я почитаю Его Слово, тогда Его будут почитать и все остальные. Все Духи Тьмы будут почитать Слово, которое я почитаю. Если я сам не почитаю Слово, оно не будет почитаться в моих устах, произнесенное. Я начинаю вот почитать Слово, питаюсь им, становлюсь Словом сам, оно меняет мою внутренность, и потом я начинаю это Слово высвобождать. Я достаю меч из ножен, он не остается просто в ножнах, и начинаю рубить этим мечом в тех ситуациях, в которых необходимо. И делаю я это непосредственно с помощью молитвы про возглашение или просто про возглашение. Либо я обращаюсь к Господу на основании Его Слова и прошу у Него что-то, либо прямо непосредственно я провозглашаю в ту или иную ситуацию Его драгоценное, непоколебимое и мощное Слово. Ну и помолимся немножечко в завершении. Отец, спасибо тебе за тему этого урока, спасибо тебе за откровение о силе и мощи Твоего Слова, Боже наш. Мы просим тебя сейчас действительно углуби нас, укорени нас еще больше в том, что есть Твое Слово и помоги нам взять на вооружение по-настоящему вот этот урок, чтобы доставать меч духовный, который есть Слово Твое, и сокрушать все твердыни тьмы, и сокрушать все те ситуации, которые необходимо в этих ситуациях действовать, Боже. Спасибо тебе за силу и власть Твоего Слова и за то, что ты доверил нам эту силу и власть. Боже, дай нам еще более глубокий уровень ответственности применять Твое Слово, и пусть все это будет прославлять имя Господа Иисуса и способствовать созиданию, умножению Твоего Царства Божия на земле во имя Иисуса Христа. Аминь. После этого урока, сейчас он закончится, через несколько минут, прямо вот взять ту ситуацию, которая сейчас нуждается в исправлении, в какой-либо из сфер. Это может быть сфера здоровья, это может быть сфера финансов, это может быть сфера спасения родных, ну, вы лучше знаете сферы своей жизни, в которых есть определенные вызовы и нет проявленности Божьего Царства. И вот после буквально завершения этого урока возьмите, найдите то слово, которое конкретно в эту ситуацию реально подходит. И в осознанном понимании и осознании после этого урока возьмите и вонзите это слово в эту ситуацию. Вонзите Божье Слово с верой в ту ситуацию, в которой вам необходима победа. И стойте на этом слове, доколе не увидите эту победу, потому что Бог не может проиграть, и его слово непоколебимо. Слава тебе, Господь! Одно только слово из уст твоих, Господь, оно упадет на землю и принесет свой плод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова